МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА По мнению авторов, эта мера даст возможность решить проблему участившихся случаев нападений бродячих собак на людей. Действительно ли массовое усыпление собак снизит количество нападений? Каким последствиям может привести такое отношение к животным? Об этом сегодня будем говорить с нашими экспертами. У меня в студии волонтер приюта «Искра», соучредитель фонда помощи животным «Поделись с другом» Анастасия Недопёкина. Здравствуйте, Анастасия. Адвокат Игорь Эккерт. И руководитель бюро расследований Народного фронта Валерий Алексеев сегодня с нами на прямой связи. Здравствуйте, Валерий. Добрый день. Итак, предлагаю начать с видео. В Омске мужчина спас ребенка от стаи бездомных собак. Восьмилетний мальчик шел в школу, когда псы повалили его на снег и стали рвать одежду. Давайте посмотрим, как это было с камер видеонаблюдения. По словам тети мальчика из соседнего подъезда, мужчина увидел эту ситуацию, подоспел на помощь, иначе неизвестно, чем это могло закончиться. Огромная благодарность мужчине, но ведь это не первый случай в этом дворе, цитирую тетю. Куда только не обращались с этим вопросом, все бесполезно. В полиции начали проверку. В администрации города заявили, что двух собак на месте нападения все же удалось выловить. И еще один видеоролик. Стая бродячих собак напала на ребенка в Махачкале. Спастись от разъяренных животных ребенку удалось только в море. Свора из десяти псов погналась за мальчиком в районе лакокрасочного завода в редукторном. Отбить ребенка было некому. Однако собаки испугались воды. Итак, есть эти кадры. Давайте на них посмотрим. Действительно, ребенок сориентировался и бросился в воду. Вы видите, да, это стая бродячих собак. Действительно, по счастью, в этом районе есть рядом водоем, в котором действительно удалось спастись. Однако мы понимаем, что собаки, конечно, могли бы и поплыть за ребенком. Неизвестно, чем бы это закончилось. Итак, друзья, давайте попробуем разобраться в этой теме. Все-таки мы сегодня говорим и о законе, и о этической стороне вопроса. Анастасия, к вам вопрос. Как вам кажется, действительно ли эвтаназия бездомных животных может решить проблему тех случаев, о которых, как минимум, сегодня мы говорим? Я думаю, что не может, потому что эвтаназия бездомных животных – это решение, результат, это работа с результатом. А работа с самой проблемой таким образом не может вестись. Проблема состоит в том, что очень много выброшенных домашних животных, очень много животных на самовыгуле, очень много животных, собак, которых хозяева не стерилизуют, они приносят потомство, это потомство выбрасывают. То есть эвтаназия не решит проблему появления бездомных собак на улице. А, например, пара бездомных собак может за год принести больше 15 щенков. Вот представьте теперь, как в геометрической прогрессии будет расти количество таких собак на улице. Кого-то, может быть, пристроят волонтеры, кто-то погибнет на улице, кого-то отстрелят. Но все равно это настолько быстро растущее количество, что, в общем-то, эвтаназия тут вопрос никак не решит. Ну, то есть, получается, что бездомные собаки все-таки это на совести нерадивых хозяев. Откуда они берутся, в общем? Однозначно, они ниоткуда больше не могут взяться, кроме как появиться от хозяина, который выбросил эту собаку, либо родиться от собаки, которую ранее выбросил хозяин. Но вы считаете, что все-таки эвтаназия, если убрать вот эту самую собаку, которая потенциально может принести потомство, уже живущая на улице, сильно вопрос не решит? Если ее убить, это кормовая база. В любом случае, собака живет там, где она питается. Если освобождается это место, туда, на это место придут новые собаки. Их снова придется убивать. И снова, и снова, и снова. В это время хозяева будут выбрасывать своих животных. В это время хозяйские собаки будут рожать щенков, их будут выбрасывать на улицу. И все равно поголовье собак на улице будет пополняться. Понятно. Валерий, скажите, как вам кажется, вот эта история с эвтаназией может ли решить проблему? По большому счету, регионы, которые сейчас пойдут в эту историю, соглашаются на некий эксперимент. Причем я бы не сказал, что это эксперимент от того, что у них так критически мало денег, что им не хватает средств на то, чтобы заниматься той системой, которая была внедрена. Но, к сожалению, давайте будем честны, реализовалась только в некоторых регионах. Ключевой момент, абсолютно правильно было отмечено, что это вопрос того, что святое место пусто не бывает. Если есть кормовая база, и она не занята никем, она будет заниматься животными, будут приходить, причем есть еще такое научное мнение, мы не собираемся сейчас просто так популистски заявлять, есть научное мнение, которое говорит о том, что будут приходить собаки с более отдаленных районов, и чем дальше от центра города, условно говоря, считается, тем собака будет более агрессивна, потому что она выживает в более сложной среде. Кормовая база сохраняется, мало того, несанкционированные свалки, они точно так же подпитывают такие стаи. Что важно в этом плане и на что есть обращение внимания в вашем сюжете? В первую очередь, это повторные обращения людей по поводу стаи бездомных животных, которые нападают. То есть на этих детей нападали стаи, о которых было известно всем местным жителям. Местные жители обращались уже в органы власти. Органы власти не предприняли никаких действий, и в результате мы получили то, что получили. Объяснять ребенку и его родителям, которых покусала бродящая собака, что эвтаназия, гуманность и так далее, конечно, не получится. И в этом плане есть большая часть общества, которая уже агрессивно настроена на бродящих животных, просто потому что закон не исполнялся, те положения, которые в муниципалитете должны были сработать, не сработали. Федерального контроля за этим нет никакого. То есть на федеральном уровне у нас нет ни одного министерства и ведомства, которое бы занималось бездомными животными и их проблемами, и реализации федерального закона. То есть закон принят на всю федерацию, а реализовывается местными властями. И реализовывается, ну, честно говоря, как бог анжпал. Есть регионы, в которых там внедрены сквозные системы. Ну, к примеру, в одном из регионов мы видели, есть информационная система, где видно все жалобы, которые поступают на бездомную животность, и видно, как по этой жалобе прошла отработка. И есть фотофиксация факта отлова того или иного животного, стерилизации его выпуска, да, потому что, ну, мера отлов, стерилизация и выпуск, да, она достаточно действенная. Вот, смотрите. Есть регионы, которые дошли до этого. А есть регионы, в которых все это ограничилось, группы ВКонтакте, в которых запустили три фотографии собаки, и за это снимают десятки миллионов рублей. Смотрите, как всегда у нас возникает вопрос, куда деваются деньги, когда деньги выделяются, да, а программа не реализуется. Давайте для наших зрителей поясню про эту самую программу отлов, стерилизация, вакцинация, возврат, и сразу задам вопрос. В общем, по этой программе бездомных животных сперва осматривают, если надо, отправляют на карантин, вакцинируют, стерилизуют и лечат. Через 30 дней, если пес здоров, не агрессивен, хозяева не нашлись, отпускают на волю. Строго там, где подобрали. Сразу у меня вопрос, как эта программа может помочь, собственно, тому, чтобы эти самые бездомные животные не нападали на людей. Ну, отловили, ну, хорошо, полечили, сделали бездомному животному приятное, как-то стерилизовали его, я не знаю, там, пожил он в комфортных условиях, как санаторий такой для бездомной собаки получился, да? Не совсем. Дальше ее увезли, обратно выпустили на той же свалке, на которой она жила. Как эта программа вообще должна помочь тому, чтобы она не напала больше ни на кого? Игорь, как вам кажется? Ну, у нас же не все собаки агрессивные нападают. Вот даже то утверждение, что в последнее время участились случаи нападения, ну, я, наверное, с ним согласиться не смогу, потому что, возможно... Но это статистика, и это информационные поводы. Вот информационные поводы, да, в СМИ я чаще вижу вот такие поводы. Однако, ну, я думаю, что они просто стали чаще освещаться. Я ранее работал, например, в правоохранительных органах, и такие случаи тоже были. И мне приходилось заниматься такими ситуациями. Они всегда были. Ну, да, плюс-минус сколько-то процентов. Год от года бывает снижение таких случаев, бывает рост. Но говорить о кардинальном росте, ну, я бы, наверное, поспорил с таким утверждением. А вообще, ну, такой подход к отлову стерилизации в дальнейшем выпуске, я думаю, она эффективна, если она будет исполняться. Правильно говорят, что какие-то регионы добились успеха в этом деле, а какие-то по каким-то причинам не добились. Я думаю, что все зависит от того, как исполняется этот закон. Я бы не сказал, что 498 закон об ответственном отношении к животным, он какой-то неработающий. Мы объективно видим, что где-то он работает, а где-то нет. Это зависит не от законодательства. И внедрять сейчас на основании этого утверждения, что закон не работает, говорить, что нужно применять эвтаназию. Ну, наверное, это самый легкий способ, как бы, показать людям, что вот мы начали бороться с этой проблемой. Так закон уже давно действует, и регионам предоставлен очень большой спектр возможностей решать эту проблему. Однако где-то она решена, а где-то нет. Тут, я думаю, претензии должны быть не к законодательству, а именно, ну, к тем же контролирующим органам, надзирающим органам. Ведь понятно, когда происходит... То есть, вы считаете, что можно до эвтаназии не доводить, если, в принципе, согласно закону, да, исполнять вот те требования, которые есть, правильно и четко? Да, ну, исключительные, так скажем, моменты, они всегда могут присутствовать, да, это нападение там со смертельным исходом, когда, действительно, вот, как мы видим, собаки, ну, все в кадре, их там много, и то это не означает, что их надо сразу 10 дней и эвтаназию проводить. Возможно... Но если собака напала один раз, нет же гарантии, что она не нападет второй раз? Как бы ее там не лечили, не осматривали и не занимались ей? Вот я вам скажу, что я не сторонник подхода, когда всех гребут под одну гребенку, да, то есть... Но когда такое право предоставлено, вот, как сейчас, например, в одном из регионов, да, вроде как разрешили эвтаназию, я думаю, что прям не будут индивидуально подходить, да, напала собака, ну, да, засняли на видео, там, не знаю, ну, грубо скажем, доказанный факт, да, что собака агрессивная. Можно предусмотреть возможность эвтаназию агрессивной собаки, но под эту норму, которую сейчас ввели, я боюсь, что под нее будут попадать и собаки, которые не агрессивны, которые буквально два дня назад выбросил хозяин, ее поместили на 30 дней в приют, там, для временного содержания, и через 30 дней усыпили. Не постарались найти хозяина, который, возможно, ее ищет. У нас нет, у нас ресурсы, когда человек теряет собаку, ну, я думаю, это вот только какие-то те же социальные сети, где он может попытаться найти. У нас нет общего ресурса, допустим, в большинстве регионов, где человек может зайти, увидеть фотографию, что в приют доставлена вот такая-то собака, там, сфотографированная. Я понял, в общем, ваше переживание о том, что если сейчас мы, да, как бы вроде бы дадим зеленый свет эвтаназии, то, соответственно, у нас не будут службы разбираться, поубивают всех собак, и никого никто не будет пристраивать, вот проще всего будет их всех, грубо говоря, да, быстренько изолировать и, собственно, лишить жизни. Анастасия, вот вы как человек, который работает, собственно, непосредственно с этими самыми бездомными животными. Как вы считаете, все-таки эта самая эвтаназия, она вот, вот то, что говорит Игорь, да, то, что у нас не будут никого отдавать в приюты ни в какие, а сразу же, это вот такой зеленый свет, сразу же избавляемся от всех собак? Я тут согласна, будут всех стричь под одну гребенку. На самом деле, опять же, муниципальные приюты работают по какому принципу? Они работают довольно формально. У них есть бюджеты по, вернее, планы по отлову, определенному количеству отлова животных в год. На это количество выделяются бюджеты. У них есть определенная документация и правила, которые нужно соблюдать. То есть, на самом деле, у них довольно много вопросов, которые нужно решать, административных. Пристройством они не занимаются. Пристройством занимаются только волонтеры везде, во всех регионах, не только в Москве. Пристройством только волонтеры. Если вы будете искать сайты приютов, вы будете в первую очередь находить сайты, которые делают волонтеры, а не приюты. И там будут каталоги собак. Или вы будете находить каталоги, которые, ну, есть такие глобальные каталоги. Например, та же компания Пурина, она сделала замечательный каталог, называется «Друг для друга». Это сайт, на котором любой приют, любой фонд может размещать своих животных. И вот этим занимаются только волонтеры. К сожалению, чиновники, администрации приютов этим не занимаются, там не предусмотрен под это персонал. Даже, я могу вам так сказать, по регламенту работы московских приютов, в каждом приюте должен быть предусмотрен специалист по социализации. Но во многих приютах даже такой ставки нет. И социализация собак, а это то самое, адаптация для того, чтобы собака попала в новую семью и счастливо в ней жила. Ну или как минимум жила по соседству с людьми абсолютно мирно. Ну, в Москве не выпускают собак, но в целом, в общем-то, да. То есть, чтобы собака могла сосуществовать с людьми, с другими собаками, этим занимаются волонтеры. Волонтеры — это не всегда кинологи, не всегда зоопсихологи. Волонтеры — это просто люди, которые любят животных и готовы ими заниматься, вкладывать в них свое время. Валерия, а что сейчас вообще делают с агрессивными бездомными животными? То есть, вот мы понимаем, да, вот до приюта эта собака дойдет, а что дальше? Дальше с ней как-то работают? Или вот по той самой программе ее полечили и дальше выпустили? Если это волонтерский приют, а в некоторых регионах даже муниципальные конкурсы выигрывают волонтерский приют, безусловно, с этой собакой работают. Ее содержат, в том числе, на пожизненных содержаниях. Есть такие примеры. А в муниципальных приютах судьба этой собаки, к сожалению, очень часто печальна. То есть, не исключу, что в некоторых случаях вообще выпускают агрессивных собак, не исключу, что там происходит умерщвление. И, к сожалению, проверки, которые проводят народный фронт, вскрывают и такие приюты, в которых, в общем-то, и не только агрессивные при обычных собак умерщвляют, даже не имея на это закон. Я просто своими глазами видел в одном из муниципалитетов в Сибири, как построили за 14 миллионов, соответственно, приют муниципальный, куда начали свозить собак. И спустя три года один из руководителей муниципалитета, когда приехал из проверки, говорит, ну вот количество собак увеличивается, увеличивается, сейчас их стало 200. Они фактически, да, забирали собак, отправляли их в этот муниципальный приют и оттуда не выпускали. Ну, считайте, как будто бы убиты. Так вот, у них каждый год увеличилось количество собак. И они никуда не девались. Они вновь появлялись, когда мы приехали и сказали, что вообще схема в федеральном законе прописана несколько иная. Их нужно стерилизовывать, вакцинировать и выпускать через 14 дней. Надо было видеть счастливые глаза этого руководителя муниципалитета, который понял, что ему не надо каждый год кормить 250, потом 350 собак, 450. Потому что вот до такого доходит. Человек просто не знал закона, правильно? В одном регионе приют строится за 40 миллионов, а в другом начали проектировать приют за 400 миллионов. Причем схожему по количеству собак. То есть вот такое бесхозное отношение к проблеме, да, что кроме волонтеров объективно эта тема никому не нужна. Муниципалитеты от нее страдают, даже не открывают закон и что-то пытаются выполнить. Причем компании, которые выигрывают, да, эти торги, я вам скажу, очень часто занимаются по АКВЭДу автотранспортной деятельностью, благоустройством, то есть вообще беспрофиль. Ну, вы представляете, как при таких условиях, да, что у нас может быть с этой темой, и откуда возникают вот эти покусанные дети в Дагестане, там, в Омске, да, в разных регионах. И вот маленький нюанс скажу, то, что мы сейчас видим, да, и почему эта тема возникла, почему сегодня эфир это состоялся, это регулярно, в одно и то же время, зимой, когда заканчивается кормовая база летняя, да, когда стаи, которые живут в промзонах, о которых много раз сообщали жители, вот, они начинают выходить из своей промзоны, у них нет ресурса, нет того, что есть, вот, регулярно в конце зимы, в середине, в конце зимы, в начале весны, иногда поздней осенью количество покусов в СМИ увеличивается. Есть очень интересные исследования, да, которые показывают, что далеко не все сообщения, которые проходят в СМИ, являются реальными, да, то есть мы выезжали, в том числе, в прошлом году, по-моему, выезжали на один такой резонансный случай, где вроде как прям съели, ну, загрызли женщину в одной из областей Центральной России, выяснилось потом, что она умерла, да, то есть она шла, у нее случился инфаркт, она умерла, и после этого через несколько часов подошла, оставив собаку, и начала грызть уже тело, ну, извините за откровенность, ну, как и есть. Ну, то есть это нормально, вы считаете, да, что... Я считаю, что это ненормально, да, но мы проверили этот муниципалитет, там приют с очень долгой и скандальной историей, который никак не проспособлен для того, чтобы там собак оттуда забирали, который выглядит скорее как, знаете, такой полуразрушенный птичник, который решили восстановить, там не было написано ни о какой возможности забрать оттуда собак, куда эти собак свозили, причем привозили туда собак из соседних областей, где до сих пор у нас в Центральной России есть области, в которых нет муниципальных приютов и нет вообще фактически системы нормальной отломы. Они собак возят между регионами. А это, кстати, достаточно спорный вопрос с точки зрения ветеринарного законодательства, миграция животных между двумя регионами. То есть объем именно муниципальных проблем и муниципального допустительства очень высокий. Но я вам могу сказать, что буквально недавно появились данные в Московской области. На 53% снизилось количество фокусов и количество нападений собак за счет того, что они включились и занимаются программой в том виде, в котором она есть, без автоназии. Просто муниципалитет включился и начал работать. И вот видны результаты. Это можно мерить, этим можно заниматься. А не только, как в некоторых регионах, честно говоря, там в муниципалитетах просто наживаются на это. Выставляют одни и те же спорядки одних и тех же собак, а еще, скорее всего, взятых из пабликов ВКонтакте из соседних регионов. И говорят, что мы их отловили, стерилизовали, дайте нам денежку. Вот, все. Вот смотрите, вы подняли две темы. Первая, мы говорим о том, что бездомные собаки в промзонах, но, насколько я знаю, это не так. В частности, в Москве, например, на стройках очень часто рабочие прикармливают каких-то собак, которые там в округе обитают. Их заводят. А, даже заводят. Они их заводят, берут на авито у людей, разведенцев, либо просто тех, у кого собака домашняя, родила щенков, и заводят себе. И причем они предпочитают крупных собак. Нам периодически звонят в приют и спрашивают, а нет ли у вас овчарки немецкой, а нет ли у вас алабая, а нет ли у вас кавказской овчарки, для того, чтобы разместить куда-то на охрану, стройки, объекты, чего-то такого. Гаражного кооператива какого-нибудь. Ну, всего чего угодно. То есть мы тут опять возвращаемся к такому неосознанному желанию завести животное. Потому что эти собаки чаще всего бесхозные, они бегают вокруг, они пугают людей. Я просто знаю, что у моей соседки была история, что она шла мимо, а поскольку у нас строится жилмассив, есть строительная часть большая, и вот на ее семью с детьми напали собаки, они не покусали, к счастью, но испугали так вот хорошо. Но они охраняли свою территорию. Нет, бежали они по той части, где ходят люди, то есть не по строительной. Стройка рядом, а это уже заселенная часть истории. То есть за ними никто не слит, они без ошейников, без каких-то опознавательных знаков. Во-первых, после того, как заканчивается стройка, таких собак, естественно, не забирают строителя, они их там бросают. Вот так и бросают. Конечно, это не чьи собаки, они их заводят, во время стройки собаки что-то охраняют, опять же, не скучно, и так далее, и так далее. Заканчивается стройка, строительная компания уезжает, переезжает на другое место, собаки остаются, их никто не забирает. Нету какого-то хозяина, который скажет, да, это моя собака, я буду ее кормить. А зачем? Мы там новых заведем. А эти собаки остаются в жилмассиве, в новом, туда въезжают люди. И дальше, кто более сердобольный, тот их подкармливает. Кто менее сердобольный, тот начинает жаловаться по всем инстанциям и требовать этих собак отловить. А можно ли такую собаку вернуть в приют, если строитель ее завел? И вообще, почему тогда таким людям позволяют заводить животное? Ну, как вернуть в приют? Во-первых, откуда он ее завел? Скорее всего, он не из приюта забрал. Приют не отдаст, как правило. Скорее всего, он взял на авито. Тогда это просто сдать в приют. Да, сдать в приют собаку можно. Ну, у нас был пример, например, два года назад, зимой, в Подмосковье, около, там лесочек, около ЖК какого-то нового. И там в лесочке совершенно случайно проходил собачник и увидел привязанного алабая. Абсолютно дикий, озверевший алабай, огромный. Но вот его выбросили. Он где-то жил на цепи, как потом узнали. Там недалеко гаражи или что-то в этом духе, какие-то, ну, какая-то промзона. Постоянная эта история, да. Он жил там на цепи, что-то охранял. Он молодой. Дальше его, естественно, не воспитывали, а это алабай. Он вырос и проявил нежелательное поведение. Ну, потому что надо заниматься большой собакой. Да и маленькой собакой, да и даже Йорк. Любой собакой нужно заниматься, да, это ключевой. И, ну, а зачем нам нежелательное поведение? Мы его лучше отведем в лесочек и привяжем. Мы его там привязали. Мы его забирали с ловцом, потому что сами мы не смогли подойти. Сейчас он счастливо живет с хозяином. То есть получилось перевоспитать, отдать в хорошие руки? Мы никогда, ну, вот лично я, мы с мужем, мы оба волонтеры, мы никогда не отказываемся от животных. Всегда ищем какие-то варианты. А сколько времени в среднем нужно на перевоспитание большой такой собаки, которая бесхозная, заброшенная и уже с такими признаками агрессивного поведения? Ну, потому что вряд ли собака, любая, будет рада, что ее выбросили, да, там где-то в лесу, и какое-то время она живет одна. И он замерз, он голодный, и, конечно, ему страшно. Естественно, ему это не нравится. Ну, вы знаете, я так скажу, не всех собак можно перевоспитать. Но бывает такое, что собаке вот понравился конкретный человек, вот она его выбрала, и к этому человеку собака относится хорошо. И с этим человеком, или у этого человека, с этой собакой нет проблем. И, может быть, и не нужно такую собаку перевоспитывать, да? Может быть, вот с этим человеком эта собака будет счастлива. Мы стараемся не только заниматься перевоспитанием или адаптацией собаки. Как она будет социализирована в таком случае с человеком? Она счастлива, а те, кто живет рядом... А ей не обязательно бегать на улице. Она же должна жить дома и гулять на поводке, согласитесь. Собака не должна на самовыгуле находиться. Все равно на поводке, это же тоже... Она соседствует с людьми, с другими собаками, как ни крути, и мы живем. Нужно контролировать свою собаку. Если она агрессивная, водить на морднике. Если она агрессивно реагирует на других собак, ну, значит, гулять подальше от других собак. Ну, то есть, нужно этим заниматься. Ответственное обращение с животными – это не только обращение с бездомными животными, да? Это обращение, может быть, даже в первую очередь и с домашними животными. Сколько проблем, когда людей... И об этом нет ничего, кстати, по телевизору и по радио, когда людей кусают домашние собаки. Ну, потому что там не доходит до СМИ. Потому что там, как правило, идут уже разборки между подкусанными людьми и хозяином собаки, да? И там до полиции даже редко доходят. Хотя доходят тоже. Но домашние собаки очень часто гуляют без поводков, кусают. Это не всегда большие и какие-то, условно говоря, опасные собаки, да? Или те, которых мы считаем опасными. А это могут быть и маленькие, и с виду безобидные собаки. Там всякие корги, йорки и так далее, да? Я как владелец корги всегда говорю всем своим соседям, ты никогда не можешь залезть в голову своего же домашнего питомца. Как бы ты с ним ни занимался, с кинологами и так далее, это все равно животное. Это не человек. А корги – это овчарка. У него какая-то своя картина мира. Но тут мы подходим к другой проблеме, к проблеме самовыгула. Игорь, скажите, что сегодня? Какие санкции у нас за самовыгул собак с юридической точки зрения? Вот прям за самовыгул, конечно, предусмотрена административная ответственность, но я думаю, что эти наказания, нормы не работают в той же сельской местности, например. Вообще к чему можно привлечь? К административной ответственности можно привлечь, но опять же, чтобы привлечь человека к административной ответственности, это должна быть доказательственная база. Соответственно, ну, кто этим будет заниматься? Полицейские, которые будут ходить и искать человека, у которого ваша собака без привязи бегает вокруг него. Ну, таких случаев мало. Ну, в Москве, к счастью, есть какие-то камеры, да, наблюдения. То есть можно здесь поискать доказательную базу, если вдруг это случилось. Ну, а если вдруг, например, при родителях ребенка покусала собака, которая бежала без поводка, там где-то хозяин был метрах в 20, условно говоря, вот что здесь, можно ли привлечь к какой-то ответственности? Конечно, можно. Все зависит, ну, и от степени причиненных телесных повреждений, да, человеку. Тут не обязательно ребенок, и взрослому человеку. Собака может просто укусить, да, и это, ну, так скажем, с точки зрения судебно-медицинских экспертов расценивается как побои, ну, так скажем, да. А могут быть укусы такие, которые причиняют и тяжкий вред здоровью. То есть, там, не знаю, зрение лишили, это уже тяжкий вред здоровью. Ну, то есть, помимо того, что родители свидетели, им нужно еще и все-таки медицинскую экспертизу пройти. Ну, давайте так, если какие-то наступили серьезные последствия, это уже дело не потерпевшей стороны, да, этим уже занимаются правоохранительные органы. И они собирают доказательственную базу, у них ресурсы намного больше в этом плане. И поэтому эта задача их уже, как мы знаем, после случаев, там, смертельных, да, нападения на людей, ну, у нас Следственный комитет подключается, он проверяет тех же должностных лиц в администрации по халатности. Опять же, проверяет вот эти статьи расходов, почему, допустим, оказалась эта собака вот в этом месте, она, из-за нее погиб человек, да, но это уже, когда последствия наступили. Так, превентивно, конечно, только административная ответственность. Ну, помимо вреда здоровью, может же быть еще и психологический вред, да, возвращаясь к тем видео, когда вот ребенок спасся в воде, он же пережил потрясение некое. В принципе, так и любой ребенок, да, когда хозяин там где-то там не следит за своей собакой, тоже может сильно испугаться и так далее. Вот что здесь относительно морального вреда, относительно психологического состояния? Ну, в такой бы ситуации я посоветовал людям, конечно, ну, во-первых, обращаться в ту же полицию, правоохранительные органы, да, опять же, чтобы человеку, человек сам не соберет доказательства того, что ему причинен какой-то вред, да. В правоохранительных органах абсолютно такая устойчивая система, заявления, да, проверка, по результатам проверки принимается какое-то решение. То есть даже если тяжкие последствия какие-то не наступили, а вот, как вы говорите, да, психологическая травма ребенку, опять же, ту же экспертизу в рамках проверки по заявлению гражданина может назначить правоохранительный орган, полиция, там, Следственный комитет. Ну, и возвращаясь к Валерию, еще одна тема, которая прозвучала, это как раз-таки про вот эту миграцию между регионами бездомных собак. Появились новости, что волонтеры стали вывозить бездомных собак, да, из тех регионов, где эвтаназия уже применяется, и отправлять их в соседний регион. Как вам такая инициатива? К сожалению, волонтерам в этом плане не оставили никакого выхода. Это, конечно, инициатива, ну, с точки зрения, я понимаю волонтеров, понимаю, что, в общем, они переживают, и у них реально, к сожалению, это управленческий провал. Потому что, в принципе, все эти полномочия в муниципалитетах могли бы выполнять региональные некоммерческие организации. То есть региональные приюты, где работают волонтеры, работают очень часто бесплатно, с минимальной оплатой. В отличие от муниципальных приютов, где иногда зарплаты ой-ой-ой какие, и там еще и махинаций полно. Как раз вот эту задачу было бы правильно решать именно волонтерами. То, что сейчас ребята из одного региона там забирают собак, перевозят к себе в другой регион. К сожалению, первое, для этого региона, из которого забирают этих собак, проблему не решить. Они спасут тех собак, которые сейчас есть, но придут другие, и это не надо забывать. Природа не терпит пустоты, и это нужно просто написать ей большими буквами. И еще мы не знаем всех отдаленных последствий, потому что есть и волны взрывного роста численности после, так скажем, снижения по итогам эфтаназий. Когда убивали-убивали, а потом была тишина несколько лет. После этого получили 500-процентный рост численности бездомных беспризорных собак, которые там выжили, несколько стаи на окраинах города. Спрятались в лесу, наелись зайцев, а потом вернулись в город, где кормовая база, но уже совершенно в другом количестве, в другом качестве. И в отличие от так называемых друзей-двора, которые живут в центрах городов, которые привыкли к детям, привыкли к шуму, там дикие собаки, которые не привыкли ни к чему, еще могут болеть различными заболеваниями, более характерными для диких живот, и принести все это. То есть в этом плане региону эту проблему не решит. Это создает дополнительную нагрузку на волонтеров, которые бы могли более эффективно исполнять свою деятельность в своем регионе. В общем, к сожалению, ситуация печальная, и мы со своей стороны будем очень внимательно следить за этими регионами, которые решились на эту меру, и посмотрим, что у них там в результате получится, и как они будут эту меру исполнять. Я сегодня в своих соцсетях перед эфиром задал вопрос за аудиторию, то, чтобы случалась эвтонезия с бездомными собаками или нет. 75% голосуют против, 25% голосуют за. Вот комментарий, который пришел нам до эфира. Людмила Карацкая. «Надо усыплять. Это не дело, что нельзя отпускать детей на улицу, и кроме того взрослые, как показывает история в Хабаровске, тоже не всегда могут справиться с ситуацией. А нерадивых хозяев еще будет много. Так что эта история так просто не закончится. Жаль животных, но это мы, люди, сделали эту проблему». Скажите, пожалуйста, Анастасия, вот что с людьми-то мы можем сделать? Понятно, что с животными есть и программа, есть и, соответственно, теперь уже крайняя мера эвтаназия. А что с нерадивыми хозяевами, которые продолжают заводить собак, никак ими не заниматься, и потом в конечном счете оставлять их на улице? — Тут у меня, наверное, претензия, вопрос к тому, как формируются законы, потому что у нас хорошие-то законы, в общем-то, и правильные. И действительно нужно наказывать за самовыгул. И ввели штрафы за самовыгул в ряде регионов. Но только волонтеры и просто люди уже не первый год просят ввести поголовное чипирование. А как вы узнаете, чья это собака на самовыгуле? Вы никак не узнаете, если она не будет чипирована, и никак не докажете, и никакие камеры не докажут. У меня дома несколько собак живет, и все собаки выброшены хозяевами. И вот одного из мальчиков подобрали мои знакомые, узнали, чей он был, пришли в эту квартиру с полицией, открыл дверь молодой человек, сказал, да, был мой, да, не нужен. А они его на улице на остановке нашли. Да, был мой, да, не нужен. Полиция развела руками и ушла. Тогда еще штрафов никаких не было. А даже если бы были? Даже если бы были. Нет, ну как, это жестокое обращение с животным. Его выбросили на улицу. Даже если нет штрафов, да, здесь можно применить какие-то другие меры. Но тем не менее, собака не чипирована. Ну мало ли что он сказал. Сейчас его начнут привлекать, а он скажет, я пошутил, это не моя собака, и никак не докажешь. Вот и все. Соответственно, нужно не только вводить меры наказания, но также и вводить меры контроля. Как контролировать, кого наказывать, как найти, как доказать, что именно его нужно наказать. И кто это будет делать. Потому что полиция сейчас не знает, что делать в случаях, когда животное на самовыгуле. Не знает, что делать, когда мы, например, сейчас ведем, уже идут суды, да, по так называемому делу Терри. Это собака, которую на станции РЖД в районе Рижской жестоко избили. Там вывалился глаз, черепно-мозговая травма серьезная. И сейчас уголовное дело заведено на подозреваемых, которые эту собаку избивали, и уже идут суды. Вот для того, чтобы добиться открытия уголовного дела, нам пришлось самим собирать доказательства, да. И, в общем-то, в итоге только последний следователь нам помог. Там были многочисленные жалобы в прокуратуру, обращения депутатов и прочее, прочее. И серьезная шумиха вокруг этого вопроса. Потому что полиция не знает, как с этим работать, да. Полиция не знает, с какой стороны подойти к вопросу вообще обращения с животным, да. Как здесь искать виноватого, как собирать доказательства. Поэтому вот, да, закон ввели, да, штрафы за самовыгул, ну, дальше что? Ну, это хоть какой-то шаг к тому, что мы станем чуточку цивилизованием в этом смысле? Это шаг, извините, больше на показуху, наверное, да, потому что, ну, он не будет выполняться. Если мы не знаем, кто это будет делать, и даже мы найдем, кто это будет делать, но он не знает, как это делать, то это не будет делаться. Это все, а смысл? Но зато всем рассказали, что закон введен. Завершая наш эфир сегодня, друзья, комментарии Елены Литвиновой. Ну, почему в других странах давно искоренили это варварство? Мы что, уже совсем перестаем быть людьми? Почему все решается только таким способом? Возьмите пример хоть с Турцией. Полно кошек и собак, но никому не приходит в голову их убить. Все сытые, ходят и никого не трогают. Куда идут выделенные деньги у нас? Почему все решается с позиции силы? Очень жаль животных, родившихся в нашей стране. Вы знаете, перефразируя комментарий, наверное, все-таки не жаль животных, а жаль тех людей, которые позволяют себе вести себя подобным образом. Заводить животное и абсолютно безответственно потом делать все, чтобы это животное осталось одно – выживать на улице. Давайте чуть больше внимания мы будем проявлять к вашим соседям, элементарно, к владельцам собак, владельцам кошек, к тем, кто жестоко или нежестоко обращается с животными. Помогать волонтерам в том числе, потому что, как мы сегодня выяснили, хорошо, что у нас есть волонтерские организации, благодаря которым вообще эти собаки имеют возможность не выживать на улице, а все-таки жить чуть лучшую жизнь. Ну и, в принципе, давайте помнить о том, что мы в ответе за тех, кого приручили, и, соответственно, ответственно относиться, соответственно, ответственно. Но как еще? Только так, к братьям нашим меньшим. Оставайтесь с нами, «Вечерняя Москва» всегда держит руку на пульсе свежих инфоповодов. Субтитры создавал DimaTorzok